Субтитры создавал DimaTorzok 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 Также я после той самой лазаньи в аэропорту Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 потому что я буду рассказывать всё вкратце, чтобы много не занимать вашего времени, чтобы видео не получилось слишком долгим, поэтому давайте начнём. В общем, как мы вообще узнали о том, что Англия принимает беженцев? Я, в принципе, да, когда ещё только-только началась война, я знала, что да, некоторые украинцы поприезжали, но всё равно сюда нужна была виза, и из-за этого сюда не так много украинцев ехало. В общем, вся сложность заключалась именно в получении визы. С помощью всеми нами популярной сети Инстаграма моя мама увидела, что мамина подруга, с которой она раньше работала, сейчас находится в Англии. Вот они списались, мама узнала, как она сюда попала, и, короче говоря, нам дали волонтёра, который помогает перебраться украинцам в Англию. Вот он работает с районом под названием Саванокс, это в 30 минутах от Лондона на поезд, и, в принципе, тут все как бы катаются на поездах, и, допустим, ты можешь жить в Саваноксе, и каждый день кататься на работу в Лондон. То есть здесь это абсолютно нормально, тебе не обязательно жить в Лондоне, чтобы там работать. Все равно туда очень часто люди катаются. Мы ему написали, нам эта подруга дала его почту, мы написали ему на почту письмо о том, что вот, назову так-то так-то нам, столько-то, столько-то лет, не могли бы вы нам помочь перебраться в Англию. И с того же самого дня он согласился и начал весь этот процесс. Чтобы вы понимали... Кольн приехал, ну, не важно. Этот волонтер занимается абсолютно всем, он находит вам семью, он делает вам визу, он занимается всеми-всеми документами, в общем, все, что вам сюда нужно, и также оплачивает перелет, ну, по крайней мере, так произошло с нами. Этот волонтер нашел нам за пару дней буквально семью, хост-семью, в которой бы мы могли жить здесь, в Англии, так как мы летели сюда через спонсорскую визу, значит, нам нужны спонсоры. И наша хост-семья как раз-таки является нашими спонсорами. По-моему, то ли через день, то ли через два мы созвонились по видеозвонку, познакомились со семьей, нам показали дом по видеосвязи, спрашивали, чем мы занимаемся, кем мы тут работаем и так далее, кто с нами поедет, есть у нас животные. В общем, такая вот вся самая база, просто чтобы познакомиться и узнать друг друга. Насколько я помню, по-моему, 16-го числа наш волонтер подал на визу, и через четыре дня мы ее получили. В общем, это прям crazy-крейзи, за четыре дня это очень быстро. Даже наша та же знакомая получала визу где-то, по-моему, две недели. Мы получили за четыре дня. Далее все, что от нас требовалось, это просто поехать в Польшу, туда мы должны были на самолете лететь в Лондон. Мы поехали во Вросово, мы могли поехать в любой город Польши или вообще в любой город, в любую страну. Мы могли также поехать в Молдову и так дальше. Но мы поехали во Вросово по той причине, чтобы забрать мои старые документы со школы. Так я оттуда уже ушла. Но школа на самом деле очень классная. Поэтому кто вдруг собирается приезжать во Вросово или ищет хорошую школу во Вросово, я вам, правда, рекомендую. А лице, которое называется Эдукация. Прям от всей души рекомендую. Очень классная школа. Мне она очень зашла, очень классная учителя и директора. И вообще школа, она новая, ей, по-моему, всего там 3 года, чтобы вы понимали. То есть она новая и, ну... В общем, мы приезжаем во Вросово, забираем все документы. Все-все-все-все-все. Он нам оплатил два больших багажа по 20 килограмм и два маленьких по 10 килограмм. И плюс ручная кладь. Это просто с головой на самом деле. До Вросово мы добирались около суток. Вот с Вросово до Лондона мы летели, по-моему, час 40-час 45. Понимаете, что это вот такое вот не сильно много. Мы ждали чемоданы где-то столько же, сколько примерно и летели на самолете. Класс. В общем, забираем багаж, нас встречает наш волонтёр. И мы едем в нашу хост семью познакомиться с ними. Мы приехали очень поздно, поэтому мы особо сильно не познакомились. Также этот волонтёр занимается полностью оформлением вашего аккаунта в банке, разными BRP и так дальше. Ваша семья занимается тем, что записывает вас к семейному доктору, бла-бла-бла. То есть все этими бумажками вы не занимаетесь. Всё это делает именно хост семья и волонтёр. Также волонтёр помогает оформить разные бенефицины. Это выплаты и так далее. Так, заранее извиняюсь за исключение, потому что я снимаю приложение вечером. Тут у меня целая конструкция. Посоветую, чтобы не было так темно. Так вроде нормально. В общем, что касается обучения здесь, и лично у меня возникли некоторые трудности, потому что мне 18 лет и в марсе мне будет исполняться 19. Здесь же в Англии всё работает по возрасту. Тут больше люди учатся не по знаниям, а всё же по возрастной категориям. Если у вас есть, не знаю, ребёнок, который ходит в младшую школу, в садик или в среднюю школу, можете просто спокойно сюда ехать, у вас не возникнет никаких проблем. Но, что касается старшей школы, у них тут действительно проблемы. Их тут не так много. Самая большая, наверное, проблема, которая у нас возникла со школы, это то, что старшая школа выпускается в 18 лет. Так как мне скоро исполняется... Ну как скоро? Исполняется в марте 19 лет, меня просто туда не берут. Вот и всё. Мне же лучше пойти в, как они говорят, в колледж. Но тут есть вторая загвоздка. В колледж ты можешь пойти и в 18, и в 19, и в 20, и там его закончить, то есть это без проблем. Возраст там сильно роли не играет. Единственная проблема с колледжем, это то, что он платный. Что касается колледжа, нужно искать спонсора. Колледж не дешёвый. Соответственно, рассматриваем варианты с бесплатными колледжами. Мы нашли один бесплатный колледж, но до него час добираться. Мне также прими релизительно и по стоимости по времени ехать в Лондон тоже, да? Он бесплатный, но даже если вы нашли бесплатный колледж, бесплатный он будет только до 19 лет. Если он становится 19, пау, платите деньги. Ещё проблема туда устроится посреди года. Тем более, если тебе 18 лет, и ты не сдал ЗНО. Здравствуйте, это я. Но я ЗНО не сдавала, так я училась в последние два года в Польше. А для того, чтобы узнать мне их не ЗНО, мне нужно было бы там проучиться ещё два года. Соответственно, я немножечко в тупике. Есть ещё один вариант, в моём случае. Это просто сдать их из НО, или, как вам говорится, A-level exam. Но тут тоже загвозочка, что его, в принципе, можно сдать, не ходя ни в колледж, ни в школу, если вам уже есть 18. Но, во-первых, это платно. На этом экзамене вы должны сдать около 3-4 предметов, и каждый предмет стоит, ну, рассчитывайте, 300 фунтов за один предмет. Даже для украинцев это платно, как бы. Вторая сложность. Нужно найти колледж со всеми теми предметами, которые ты хочешь сдать. Допустим, в одном колледже, там, может не быть, там, знаете, там, информатики, да, хотя она тебе нужна, там, в другом колледже может не быть ещё чего-то. Поэтому я пока не знаю, как бы у него опираться со всей этой заварушкой. Но если же, по-моему, в 18 лет вы не окончили школу, вы сняту за ноу, крепитесь все с вами. Ну, а на этом, кажется, всё. А с вами была я, ваша Лиза, и всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok